То есть, Аллах сказал, тот, кто враждует с моим валием, есть такой термин аулия, это аулия, это когда много, валия, это когда один, то есть приближенные люди к Аллаху. Какие у них сифаты, какие у них качества? Как человек сможет достичь до степени, до уровня аулия, валия Аллах? Является ли условием, чтобы валия Аллах был постоянно только в мечети, не выходил из мечети, 24 часа только поклонялся и не занимался бытовыми делами? Подобно тому, как были монахи из Баню Исраиля, они только сидели и только молились и больше ничего не делали. Или, может быть, задаться вопрос, например, кто-то из нас хотел быть другом Аллаха? Представляете, ты говоришь, знаешь, такого-то, такого-то, да? Да он друг такого-то, называет фамилию какого-то такого человека известного. Приближенный к ему, да, приближенный. Представляете, если мы с вами будем из аулия Аллаха, если мы будем с вами приближенными к Аллаху, каждый из нас хочет быть другом Аллаха. Поэтому задается вопрос, может ли быть другом Аллаха, тема, о котором сказал в хадисе Аль-Кудсе, например, обычный, скажем, не какой-то шейх, не какой-то имам, плотник, водитель такси, таксист. Может быть или не может быть, давайте это разберем сейчас с вами, посмотрим. И, может быть, он не ученый в области шариата. То есть, может быть, он столько много не поклоняется, сколько вот думают люди, что вот он должен постоянно только находиться в мечети. Как правильно понимать этот хадис с точки зрения шариата? Потому что разное бывает, люди по-своему трактуют и так далее. Поэтому или у алии должен быть, например, некоторые думают, алии, кто такой алии? Думают, это тот, который завязал большую чалму себе, одел халат и все, вот это аулия, вот это аулия, приближенный к Аллаху, Субхану Ва Та'Аля. Давайте поймем правильно этот хадис с точки зрения нашей религии, с точки зрения Кур'ана и Сунны. Во-первых, Аллах, Субхану Ва Та'Аля, кетеба сифату хауля аля аулия. Аллах, Субхану Ва Та'Аля, рассказал нам об этом в Кур'ане. Кто такие аулия и какие у них качества, сифаты, чтобы стать аулия Аллах. Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'Аля, в 62-м аяте говорит, «Аля инна аулия Аллахи ла хавфун алейхим аляхум яхзанун». Услышьте же, говорит Аллах, обращение. Потом подтверждение. «Инна аулия Аллах», поистине аулия Аллах, приближенные друзья к Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Близкие люди к Аллаху Субхану Ва Та'Аля, ла хавфун алейхим, нету страха. У них, они не прочувствуют страх. То есть, перед смертью, когда уходят из этой жизни, пусть они не боятся, говорит, от того, что их ждет после смерти у Аллаха. Представляете, у каждого у нас есть страх перед Аллахом. Мы уйдем из этой жизни. Чем мы придем к Аллаху? Но Аллах говорит, касательно таких аулия, пусть они не боятся после смерти того, что будет их ждать. Наоборот, пускай они радуются. И пусть они не печалятся за то, что они оставили в этой дуне. Поистине, Аллах будет другом их после их смерти, даже по отношению к тому, что они оставили после себя в этой жизни. То есть, ушел из жизни молодой отец, который в Рамадане, один брат у нас ушел, 27 лет ему, субханаллах, остались дети и так далее. Он всегда занимался строительностью в мечети, 37 лет ему было. Потом до этого тоже 26 лет, такой молодой парень, дети остались. Если он был из приближенных людей к Аллаху, Аллах говорит, пусть не боится за детей. Я его друг, он оставил их мне. Субханаллах. И потом, то есть, Аллах сказал, услышьте, поистине приближенные люди к Аллаху, пусть они не боятся того, что их ждет после смерти, не печалятся за то, что они оставили. И потом Аллах, субханаллах, сказал, какие же их качества. Тут два качества. АЛЛАЗИНА АМАНУ, ВАКАНУ, ЯТТЯКУН Первое, которые уверовали, уверовали. ИМАН, МУМИНИН. Это первое качество приближенных друзей Аллаха. Второе. И были богобоязненными, были набожными людьми. Вот это два сафата. Также, субханаллах, говорит в сурате АНФАЛ, в 34 аяте. ИНА АУЛИЯУХУ ИЛЛАЛМУТТЯКУН ВАЛАКИН НА АКСАРАХУМ ЛАЯЛАМУН Поистине, его АУЛИЯ Аллаха никто иные, кроме как богобоязненные. Однако многие из людей не знают об этом. Поэтому, еще раз повторимся, то есть не означает ВАЛИЮЛЛАХ, приближенный друг Аллаха, то, что он это тот, который одел большую чалму, одел халат, и вот, и все говорят, вот АУЛИЯ, вот он ВАЛИ, вот он ВАЛИ. Во-первых, ВАЛИ никто не знает, является он другом Аллаха или нет. Это Аллах, субханаллах, об этом знает. И человек, который, как Аллах в Коране, говорит, Сами себя не хвалите. Аллах лучше знает, Аллах лучше знает, кто из вас богобоязненный. Поэтому, может быть, вот в этой мечети, даже вот сейчас, мы не знаем, в углу брат какой-то у нас сидит, мы его, может быть, даже не замечает его никто, но он самый приближенный к Аллаху, субханаллах, и всех нас. Может быть, если его иман положить на ду чашу весов, и всех у нас у него иман перевесит. Поэтому это в чем? В сердце, если он был верующий и был богобоязненный. Поэтому должно быть вот эти два условия. Те, кто уверовали и были богобоязнены. Первый. Те, кто уверовали в Аллаха, возвеличили Аллаха, следовали шариату Аллаха, законам Аллаха, и не предавали Аллаху, субханаллаху, товарищу. Вот это иман. Второе. Мы должны с вами бояться подать греховное, грешить. Мы должны бояться Аллаха в том, что мы говорим. Бояться Аллаха то, что мы слышим. Бояться Аллаха, куда мы смотрим. В этот момент. В общении. В общении с людьми. В хорошем отношении к своим родителям. Мы должны бояться Аллаха, хорошо относиться к родителям. Потому что Аллах, субханаллах, приказал к нам в первую очередь, то, что они наши родители, в первую очередь, то, что Аллах нам приказал это. Харамные, чужие деньги забрать, отнять у кого-то, отжать, забрать то, что тебе не присуще. Бояться Аллаха мы должны в этот момент. В сердцах, чтобы у нас не было какое-то злоба по отношению к верующим. Бояться Аллаха, бояться Аллаха в том, чтобы не завидовать людям то, что Аллах им дал, субханаллах, и своего богатства. Вот это, имеется в виду, вот эти есть аулия, братья мои, вот эти есть аулия Аллаха, о которых говорит, субханаллах, поистине его аулия, приближенные люди, друзья Аллаха, богобоязненные, однако многие об этом не знают. Поэтому, как мы понимаем, то, что наша религия, как сказал саллаллаху алейсалам, в исламе нету монашества. В исламе нету монашества. Один раз пророку Мухаммаду саллаллаху алейсалам рассказали об одном человеке, постоянно сидит в мечети и больше ничего не делает. Только читает намаз, только поклоняется Аллаху, субханаллаху алейсаламу. Не работает, ничем не занимается, из умру и дунья. Тогда пророку Мухаммад, саллаллаху алейсалам, спросил, субханаллаху, а кто его содержит? Кто ему дает, кушает? Кто ему приносит еду? Кто его содержит? Сказали его брат. Его брат работает, а он только в мечети сидит. Посланник Аллаху, саллаллаху алейсаламу, сказал, клянусь Аллаху, его брат лучше, чем он. Как Умар, взял одного за шкирку даже, который сидел в мечети, не работал и сказал, иди работай, поистине небеса ни золотом, ни серебром дождь не дает. Нужно брать азбаб, брать причины. Поэтому правильное понимание, валий Аллах, аулия Аллах, это не те, которые только сидят в мечети, больше ничем не занимаются, работают. Алхамду лаблаги. Вот эти два главные условия должны быть. Иман и таква. Если вот эти два шарта, два условия будет, то, иншаллах, по знаниям Аллаха, это человек из приближенных друзей Аллаха.